МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Никакого ночного дежурства. Я считаю, что такая крупная авария, нельзя оставлять это дело без внимания. Вы сами понимаете." Потоп в жилом доме. Новую многоэтажку на студенческой затопило канализационными стоками. Кто понесёт за это ответственность? -"В течение дня всё сделали. Люди даже не успели глазом моргнуть, порезали, попилили. Я не знаю, у людей должно что-то святое быть." Ни стыда, ни совести. Владельцы стройплощадки дали приказ спилить голубые ели. Куда смотрит власть? -"Очень тяжело нам это досталось. Очень трудно. И сейчас хочется побыстрее сюда переехать." Вот и на их улице праздник. Очередные обманутые дольщики увидели свои квадратные метры. Когда они смогут справить новоселье? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости на 6-м канале в студии Алексей Дудин. Здравствуйте. Врезался в скорую. За последнюю неделю в области произошло уже второе ДТП с участием реанимобиля. В этот раз авария случилась на 50-м километре автодороги колых Шакольчугина-Александров. Около 10 часов утра рядом с деревней Сукманиха водитель Volkswagen Polo выехал на полосу встречного движения. В этот момент там как раз ехала скорая из Александрова. Что стало причиной аварии, говорить пока рано. Но в ГИБДД отмечают, что ДТП произошло не на ровном месте, а на изгибе дороги. Осадков на этом участке не было, а проезжая часть была посыпана реагентом. В результате этого происшествия два человека получили ранение. Все они будут проходить амбулаторные лечения. Это водитель скорой медицинской помощи, а также пассажиры 1975 года рождения, женщина с автомашиной Volkswagen Polo. Остальным участникам дорожного движения медицинской помощи не понадобилось. И они уже в дальнейшем на других транспортных средствах продолжили свое движение. Напомним, похожее ДТП случилось 2 февраля в районе деревни Амутищи. Тогда реанимобиль направлялся из Нижнего Новгорода в московскую больницу с проблесковым маячком и спецсигналом. Но на участке дороги, где шел ремонт, карета скорой помощи врезалась в грузовик «Скания». В той аварии тяжело пострадали пациент, двухмесячный ребенок, у него перелом височной кости черепа, и водитель реанимобиля. Он попал в реанимацию Петушинской ЦРБ. Потоп в жилом доме. Новую многоэтажку на Студенческой затопило канализационными стоками. В подвалах стоит вода, в подъезде неприятный запах. Жильцы жалуются. Управляющая компания не справляется со своими обязанностями. По словам собственников, порывы в доме происходят каждый месяц. Кто виноват в постоянных авариях и как решить проблему? Разбиралась Валерия Саенко. Вот на полметра вылилась канализация. Вот вы сами представляете и видите. На морозе из подвала клубами валит пар. От неприятного запаха режет глаза даже за несколько метров от входа. В помещении находится пустующий офис, но сейчас стены залиты, а на полу в нечистотах плавают коврики. Жильцы спрашивают, когда закончится потоп, но рабочий молча проходит мимо. Мы здесь работаем. О порыве жильцы узнали случайно. Пошли снимать показания счетчиков и увидели воду. Потоп, как оказывается, произошел днем ранее. Всю ночь подвал стоял затопленный нечистотами, но управляющая компания об аварии никого не известила. Никакого ночного дежурства. Я считаю, что такая крупная авария нельзя оставлять это дело без внимания. Вы сами понимаете. Надо какое-то ночное дежурство установить. Все спокойно ушли спать. В том числе и наш управляющий. Должна летом плановая проверка, плановая чистка канализации. Она не была проведена. То есть дом был не готов к зиме. Многоэтажка на студенческой еще совсем новая. Сдана всего несколько лет назад, но проблем с ней море. Жильцы задыхаются от постоянных неприятных запахов. Порывы канализации случаются каждый месяц. На все жалобы в управляшку ответ один. В авариях виноваты сами жильцы. У нас стоит все время вонь в подъезде. Открываем проветривать окна. Но в общем-то управляющая компания каким образом не реагировала, кроме как вешать объявления, не засоряете. Но я думаю, что за три года уже можно было установить какие-то ловушки, чтобы выявить этого вредителя. Как быстро реагирует, я даже не знаю. То есть воняет в подъезде, вонь стоит неделями. То есть сейчас у нас засорение случилось. То есть на пару недель у нас будет вонь. Когда закончатся аварии, идем узнавать выправ компанию. Обслуживает новостройку организация «Наш дом-3». В этом месяце она выставила с жителем счета ЗООДН в пять раз больше обычного. А вот с аварией справиться не смогла. Жительницы сдают нервы. По ее мнению, с домом обошлись. Несправедливо. Старший по одному не оповестили раз. Почему не установили дежурство два? Канализация – это не является той, говорится, системой, которую нужно обязательно контролировать круглосуточно. Был засор. По вине жителей вашего дома. Извините. Тряпку выловили. Мы вычистили все. В компании уверены, воду со временем откачают и создадут комиссию по выяснению суммы ущерба. Но жителей не успокоить, если они не хотят считать дни до очередной аварии. Похоже, самое время жаловаться в надзорные органы. Валерия Саянко, Александр Мажаров. Шестой канал. Спилили голубые ели. Вот уже несколько дней за бывшим ДК завода «Точмаш» идет масштабная вырубка зеленых насаждений. Под топор попали не только кустарники и деревья, но и голубые ели. Заводчане и местные жители возмущены. Кто так не любит природу? И насколько законны действия рубщиков? Расскажем далее. Поваленные деревья, куча веток и распиленные стволы. Такую картину наблюдают заводчане, следуя с работы. Зеленый сквер рядом с промзоной превратили в лесопилку. Говорят люди, кто и зачем устроил масштабную вырубку зеленых насаждений, местные жители не знают. Хотя предполагают, что на этом месте в скором времени вырастет новостройка. Хоть тут с детьми можно было погулять, все-таки зона, дышать хоть можно было чем-то. А теперь вот этот дом все загородит у нас. Я не знаю, что мы тут будем делать. Грязь будет. В общем, безобразие. Больше всего местным жителям жалко голубые ели. Две из девяти уже уничтожены. На эту картину Нина Черсина без слез смотреть не может. Живет она в этом районе без малого 30 лет и переживает за статусные и красивые деревья, как за собственных детей. В течение дня все сделали. Вот все, уже даже люди даже не успели глазом вот так вот моргнуть, все порезали, все попилили, все. Я не знаю, у людей должно что-то святое быть. Пирищики говорят, что уничтожают природу не по собственной прихоти. Начальство приказало, они и исполняют. Работают здесь уже третий день. Там одна большая ксабокая была, с одной стороны только ветки, и одна, там какая хренная тональность, вообще голубая или не голубая. Но эти сейчас тут, которые стоят, там тоже будут, да? Нет, эти сказали, будут выкатывать. Нормальные, перевозите. А, вот которые сейчас оставили. Нормальные. Вот эти они сказали, хорошие оставьте. На этом участке действительно должен появиться многоквартирный дом. Строить его будет компания Игротек. Землю она приобрела у Росатома. И согласно федеральному закону, собственник на своей территории может делать, что хочет. Хочет сажает деревья, хочет вырубает. И неважно, клён это береза или голубая ель. Поскольку участок находится в частной собственности, то собственник земельного участка имеет право на снос зелёных насаждений согласно земельному кодексу и жилищному кодексу. И разрешение комиссии в данном случае не требуется. Достигнута договорённость с Алексеем Александровичем Андреевым. Пошёл нам навстречу и взял на себя обязательства по пересадке всех этих голубых елей. Голубые ели больше не будут рубить. Но и пересадка голубых елей вопрос непростой. Из оставшихся семи деревьев два молодых высотой всего два метра. С их пересадкой проблем возникнуть не должно. А вот с пятью другими елями высотой по 12-15 метров придётся попотеть. Что касается более взрослых растений, то тут, конечно, пересадку надо проводить не силами там рабочих каких-нибудь узбеков, а именно силами грамотных специалистов, представителей лесхозов или представителей питомников. И иначе мы можем потерять эти деревья. Татьяна Трифонова любовь к экологии и окружающей среде прививает студентам в университете. В советские времена, вспоминает женщина, голубые ели сажали исключительно возле администрации и городообразующих предприятий. Понятно, что по закону собственник прав. Но надо же смотреть, что находится на участке, который выставляют на продажу, говорит преподаватель. Такое дерево, которое растет долгие-долгие годы, пока оно приобретет свое, войдет как бы в силу в свое, ему нужно многие годы. И вот так вот разбазаривать, так сказать, вот это вот наше достояние совершенно ни к чему. Алексей Дудин, Влада Миткова, Александр Мажаров, Шестой канал. Вручили ключи от квартир. Обманутые дольщики готовятся к новоселью. 140 семей ждали свои квадратные метры несколько лет. Больше года назад ударом для людей стала новость о банкротстве компании-застройщика. Многие семьи остались с долгами, кредитами и в съемных квартирах. И вот в декабре прошлого года дом все же был сдан. Подробности в материале Валентины Мартыновой. Можно поставить диван какой-нибудь уютный, чтобы дети смотрели, как я готовлю. То есть там кухня? Да. Моя большая огромная кухня. Мечта хозяйки большая кухня, уютная спальня и комната для детей. О том, как будет обустроена ее новая квартира, Александра Дроздова рассказывает с удовольствием. В квадратные метры в новостройке с мужем вложила все свои деньги. И материнский капитал, и те, что выручила от продажи старой двушки. И теперь молодая семья планирует новоселье. Это огромная большая радость, потому что мы ждали этого очень долго, очень тяжело нам это досталось, очень трудно. И сейчас хочется побыстрее сюда переехать. Мама двоих малышей Анжела Борисова также не скрывает волнения. Рассказывает, в ожидании нового жилья семьи несколько лет пришлось ютиться в маленьких съемных квартирах и у родителей. Семья у нас большая, двое деток, поэтому мы хотели быстрейшего заселения. Ну теперь когда планируете новоселье? Ну в скором времени как разрешат, так и сразу заедем. Ключи от собственных квартир сегодня торжественно вручили 20 семьям. Всего же в новостройке на улице Новгородской новоселье справит 140 семей. Но еще недавно люди не верили, что будет праздник и на их улице. Компания СУ-155 начала строить дом в 2013-м. А спустя два года дольщики узнали, что застройщик банкрот. Многие люди были наверное на грани отчаяния, потому что кто-то взял ипотеку, кредиты, вложили свои средства в строящееся жилье. И конечно остановка строительства стала для них настоящим, для вас стала настоящим ударом. Мы получили незавершенный дом в октябре 2015-го года. За этот период удалось решить все проблемы. По словам специалистов, после банкротства компании СУ-155 обманутыми оказались десятки тысяч дольщиков в 14 регионах России. Владимирская область стала первой, где строительство многоэтажки довели до конца, благодаря поддержке властей и одного из банков. На проект ушло порядка 120 миллионов рублей. Дом сдали в декабре 2016-го. По словам председателя ЗАГСобрания, число обманутых дольщиков в области в последние годы значительно снижается. Еще в 2012-м их насчитывалось более 300 человек. Сейчас это число сократилось почти втрое. Очень важно, что принят закон, который помогает обманутым дольщикам. Наш областной закон, при котором власти, исполнительная власть может передавать без торгов земельные участки застройщикам, тем, которые потом не менее 10% жилья отдают обманутым дольщикам. Мы рады, что сдача нашего дома произошла, как нам и обещали, в 2016-м году. Большое всем спасибо. В самой новостройке сейчас ведутся пусконаладочные работы всех систем. Завершается отделка квартир. По словам представителя подрядчика, на объекте трудились ежедневно около 150 человек. Мы приступили 2 сентября к этому дому и сразу же начали наружные сети, котельную, инженерию, дымоудаление проводить. Такие как отделочные работы параллельно велись. К концу февраля у дома появится управляющая компания. После этого новоселы уже смогут планировать переезд. Валентина Мартынова, Илья Фомин, 6 канал. А теперь коротко о других новостях. Дети под прицелом. В Муроме неизвестный обстрелял школу из пневматики. Инцидент произошел, когда группа продленного дня ложилась спать. В опасности оказались староклассники. Неизвестный стрелял по окну именно их спальни. Пули попали в стекло. Правоохранители ищут свидетелей происшествия. Это уже третий такой случай в Муроме. За последние две недели обстрелу подверглись еще две школы. На пепелище нашли труп. Заброшенный дом на улице Осьмого загорелся накануне около восьми вечера. Одноэтажную постройку без кровли потушили быстро. Но при разборе завалов на месте нашли труп мужчины. Что он делал в здании, непригодном для жилья, пока не ясно. Следствие не исключает криминальный след, ведь причин для возгорания заброшенного здания не было. В доме отсутствовали газ и электричество. Экс-руководитель одного из филиалов строительной организации попался на хищение. Злоумышленника подозревают заключение фиктивного договора с поставщиком сырья. Насчет подставной фирмы он перевел 600 тысяч рублей. В действительности продукция по заключенному договору не подставлялась. Обналиченные деньги частями передавали злоумышленнику через посредника. При передаче очередных 200 тысяч рублей подозреваемые его сообщник были задержаны. Против них возбуждено уголовное дело лишение свободы. Во Владимире появится музей аптеки. Новую экспозицию планируют открыть ко дню города в старой аптеке на Георгиевской улице. Лекарствами здесь перестали торговать в 2010-м, поскольку точка стала нерентабельной. Общественники предложили открыть здесь музей аптекарьского дела. И вот сейчас в здании ведутся ремонтные работы. Новому музею нужны экспонаты. От владимирцев ждут в дар старинные аптечные книги, пузырьки из-под лекарств, раритет можно по адресу улица Большая Московская, 59. На такси с песней. Во Владимире работает поющий таксист. 52-летний Дмитрий Четвертков начал петь еще с детства. Став водителем такси, свое увлечение не бросил. Он поет прямо в машине во время работы и предлагает клиентам спеть дуэтом. О чем поют таксисты, знает Никита Королев. Дмитрий Четверков, первый во Владимире поющий таксист. Поездка с ним настоящий праздник. Он не будет жаловаться пассажиру на тяжелую долю водителя такси, а с удовольствием поговорит о музыке и даст послушать свои песни в записи. Ну а если клиенту понравится, споет живьем. В репертуаре таксиста-певца в основном советские песни. Это его любимая. Поговори со мною, мама, о чем-нибудь поговори. Вот и песня очень интересная есть сплетение. И ты вспоминаешь о человеке, есть и память, и какая-то мысль вперед идет все равно. Петь Дмитрий начал в детстве. С тех пор так и идет по жизни с песней. Долгое время работал на заводе, потом стал водителем на почте. Вспоминает, всегда его увлечения коллеги принимали радушно. Говорили, вот настоящий артист. Теперь уже больше 10 лет Дмитрий водит людей. Работа, говорит, не сахар. За рулем находится практически сутками, а ведь таксистов нередко и грабят. Справляться со стрессами помогают песни. Александр поймал такси, как говорится, с руки. Попросил отвезти в восточный район. Пассажир никак не ожидал, что таксист вдруг предложит ему вместе спеть. Для клиентов, кстати, Дмитрий хранит шпаргалки с текстами песен. Хорошее настроение передается и клиентам. За концерт могут и на чай таксисту дать. И такое случается нередко. Я ему начал исполнять песни. Одну, вторую, третью. Все. Сейчас тебе, говорит, принесу премию. Ну, как это называется? Ну, премию, то есть это поощрение. Тысячу рублей за семь минут. У кого по-разному считается. Кто-то жадничает, кто-то нет. Однако заработок таксиста все равно остается скромным. А ведь мечта Худмитрия выступить на большой сцене. Но удовольствие это не дешевое. Аренда концертного зала обходится в десятки тысяч рублей. Потому что нет у меня больших денег. Я деньги ищу, но у меня их нету. А заработать я их все равно не смогу. Там надо 70 тысяч, там надо 50, там надо 80. Мне такие деньги брать человеку. Получается, в городе негде выступить действительно этому человеку. Негде. Вот и остается Дмитрию Четверткову радовать своим творчеством только клиентов такси. Да и тем этот бесплатный концерт не всегда нужен. Народ, говорит, водитель пошел дикий. На песни некоторые клиенты реагируют с неприязнью. Уже даже накатали несколько жалоб начальству. Впрочем, от своего увлечения поющий таксист отказываться не собирается. О спорте. Во Владимире стартовало перенство города по спортивной гимнастике. В нем участвуют около сотни юных спортсменов. Большинство выполняют программу первого взрослого разряда. Для них это своеобразная тренировка перед крупными стартами. На кого делают ставку тренеры? Узнаете прямо сейчас. Вытянулся. Вытянулся. Удар. Колени Виталия. Тренер с мировым именем наставляет молодого спортсмена. Когда-то Сергей Федосеев тренировал гимнастов в Японии и Германии. Теперь работает с нашими Владимирскими. 12-летнего Виталия тренер называет кандидатом в Куксенковы. Со всем еще юным мальчишкой он работает как со взрослым. Где-то нужно и крикнуть, где-то наказать. Ведь в молодом спортсмене специалисты увидели то, чего хватает далеко не всем. У него такой взрослый склад ума. Он думает, что ему нужно, то есть рассчитывает. Когда он начинал учить ту же самую проходку на коне, пока он не сделает ее, он не уходил с снаряда. Упертость такая у него есть. Брусья, перекладина, вольные упражнения. Тренируется Виталий по несколько часов в день и очень расстраивается, когда что-то не получается. Гимнаст уже входит в состав юношеской сборной страны. Становился чемпионом нескольких всероссийских первенств и очень мечтает стать чемпионом Олимпиады. В свои 12 Виталий уже определился, чем будет заниматься в будущем. А помогает ему в этом заслуженный мастер спорта Николай Куксенков. Он близкий друг семьи Виталия и дает молодому спортсмену советы. Я иногда тренируюсь, он приходит тоже в зал и я когда делаю какой-то элемент, он увидит мне ошибку, подойдет, мне подскажет, скажет, как правильно делать. Скорее всего, ориентир, на кого я равняюсь. Я иногда даже смотрю видео про него, когда в замедленном действии, когда он там поворачивается, еще что-то, если я учу тот же элемент. Сейчас Виталий разучивает новую усложненную программу выступления, поэтому от городского первенства отказался. Ближайшее его крупное выступление только осенью. Его ждет первенство страны, где Виталий должен завоевать первый взрослый разряд. Перспективных гимнастов хватает и среди слабого пола. Вот, к примеру, Ксения Блохина. Недавно ее взяли в сборную центрального округа страны. А сегодня на городском турнире Ксюша впервые выполнила усложненную программу на первый разряд. Я хочу попасть на Олимпиаду и выиграть там первое место. А на кого равняешься? На Светлану Хоркину, на Олиму Мастафину. Когда с ними начинаешь работать, их просто видно, что девчонки способны к этому виду спорта. Потом целеустремленность. На тренировке они выполняют все свои задания. И не просто они как бы требования выполняют тренера. Они даже переделывают, стараются. Каждый раз их просто останавливаешь. Достаточно, достаточно. Им просто хочется еще, еще, еще. И все же таких кандидатов Куксенковы Владимирские тренеры могут насчитать с десяток. Однако это только маленькие звездочки, которых еще предстоит зажечь, говорят специалисты. Этому помогают большие старты. Если городской турнир лишь контрольная тренировка, то вот первенство России испытание серьезное. Его предстоит пройти и женской, и мужской сборным уже в конце месяца. Никита Коргаев, Никита Королев, Артем Горчаков, Шестой канал. На этом все. Далее вас ожидает блок полезной информации и прогноз погоды. Хотите стать героем нашего следующего материала, звоните в редакцию из Шестого канала по телефону 366666 и предлагайте тему для репортажа. Всего доброго, до встречи.